Организация содержания безназорных животных, их стерилизация, а также ответственность перед законом владельцев опасных пару собак стали основными темами межрегиональной конференции. В качестве председателя выступил депутат Госдумы и первый зампредкомитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В совещании приняли участие волонтеры из многих регионов, в том числе и из Твери. В российских регионах проблема содержания и контроля популяции бездомных животных решается разными методами. Какого-то универсального инструмента пока нет. Этот момент обсуждался в рамках видеоконференции под руководством Владимира Бурматова, депутата Госдумы. В совещании приняли участие координаторы волонтерских движений. Твери представляла группа зоозащитников в главе с куратором регионального партийного проекта «Защита животного мира» Дмитрием Нечаевым. Среди участников селектора – президент благотворительного фонда Love Animals и владелец одноименного частного приюта для бездомных собак и кошек Ольга Рябова. Она отметила, что у них содержится почти 600 собак. Корм, услуги ветеринаров за счет пожертвований. Но зачастую возможности приюта не соответствуют потребностям в помощи братьям меньшим. Особенно если вопрос касается стерилизации. Так волонтеры стерилизовали порядка 200 животных за минувший год. Но и тут есть нюансы. Конечно, делаются какие-то акции и в ветеринарных клиниках. Проблема в том, что содержание животного необходимо и требует помещений. И, конечно, после стерилизации как минимум 10 дней животное должно находиться на карантине. Мест, как правило, в приютах не хватает. Передержки тоже все заполнены. Кроме того, стало сложнее с поиском препаратов для наркоза. Цены на него тоже заметно выросли, что создает сложности. В прошлом году приют выиграл грант на стерилизацию, что позволило прооперировать большее количество особей и сократить их популяцию. Однако, по словам руководителя Российской кинологической федерации Владимира Голубева, самый бесперспективный и несправедливый вариант это делать с крайними собак, которых тому же сами владельцы еще и неправильно воспитали. С ним согласен депутат Тверской городской думы и известный золозащитник Дмитрий Нечаев. Все претензии могут быть адресованы только к нерадивым хозяевам, считает он. Нужно решать вопросы с владельцами, которые не следят за своими животными, не могут обеспечить безопасность окружающим, не могут просто в узде держать тех, кого приручили. Все нормы, все наказания уже законом предусмотрены. Это в случае большого ущерба штраф до 200 тысяч рублей, а также и уголовная ответственность в особо тяжких случаях. Весь вопрос в правоприменительной практике. По законодательству собака является собственностью и, соответственно, хозяин за нее в ответе. Если вдруг она кого-то покусала, то владельца можно привлечь к ответственности, зафиксировав факт причинения ущерба и обратившись в полицию. Такое происшествие может попасть под статью 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а также 112-ю – средняя тяжесть вреда здоровью, или даже под 111-ю, что означает тяжкий вред здоровью, наказание, штраф, исправительные работы, либо ограничение свободы. Что касается нападения на домашнего питомца, то по закону формально животное является имуществом, и рассматриваться это будет в качестве причинения вреда имуществу. А вообще, чтобы избежать подобного всем владельцам собак, стоит помнить, что за выгол пса, входящего в список опасных пород, без наморника теперь грозит штраф до 5000 рублей. Хотя специалисты совершенно уверены, что дело вовсе не в породе и даже не в размере собаки, а в ее воспитании владельцам и обеспечении им мер безопасности для окружающих. Что же касается работы с безнадзорными животными, то в этом вопросе в нашем регионе есть позитивные подвижки. Благодаря комплексу мер, среди которых построены по инициативе депутата Нечаева и его коллег по городской думе «Приют», в начале работы НКО, благотворительных организаций и волонтеров, в прошлом году, по данным областной госветинспекции, удалось вдвое снизить количество случаев укусов, а также улучшить ситуацию по бешенству.